Увидел, ну как сказать, это видео, и подумал, это же мой отец, думаю, белки-моталки, какой ужас там, я вообще не ожидал, что там такой ужас, вообще. На сюжет о Плюшкине Рустам наткнулся случайно в интернете, и в мужчине, на которого ополчили жители двора, он узнал своего отца, с которым потерял связь год назад. С папой Рустам не живет с 2003 года. Родители развелись, и он оказался в Грозном, но продолжал с ним общаться по телефону. Вспоминает своего папу только с положительной стороны. Уверен, до такой жизни его довела нынешняя супруга. Он никогда в жизни, он просто белые носочки носил всегда, белые только. Вот сколько я его помню, всегда чистый и опрятный. А его жена, которая, ну она, я понимаю, инсульт, все такое, ну надо в больницу отдавать, я говорю, ну отдай, ну не отдает, что ли. Она везде гадила, ну извините за выражение, везде гадила, а он убирал постоянно. Он даже иногда плачет, плакал, мне звонит, звонит и плачет, я уже не могу больше. Я говорю, давай я приеду, заберу тебя, и все, короче. Оставлять любимую, хоть и нечистоплотную женщину, он не готов. Узнав о бедственном положении отца, Рустам поговорил с родственниками, решил, что надо ехать в Нижнекамск. Сейчас мы с дядька хотим туда приехать, повестить его обязательно, почистить все, убраться, что-то сделать для него. Если он приедет, если он с нами поедет, мы его готовы забрать. У нас дом большой есть, внуки уже у него есть, у него большая семья. Рустам очень благодарен нижнекамцам, которые подняли эту проблему, а журналистам НТР за бесценный для мужчины материал. Ведь если бы не этот сюжет, он бы до сих пор ходил в догадках и не знал, как живет его родной папа. Приехать к нему он собирается уже в конце месяца. Вера Муратова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.